Какой цыганка? А, пошла мне лучше, я с тобой стыганка. Горячаясь душу, засмеялась лонгом. Признавайтесь, было ли у вас когда-нибудь желание все бросить и уйти, путешествовать по свету, петь и танцевать, так, как это делают цыгане. У автора проекта «Уйду к цыганам» так оно и было. История из детства побудила поэтессу Татьяну Суздальскую увлечься этой культурой. Цыгане разговаривали свои шатры недалеко от нашего поселка. И мы дружили с ними. Я говорю, почему мы, потому что и взрослые, и дети дружили с цыганами. А вечерами мы ребятишками бегали к ним, к шатрам, к кострам, слушали цыганские песни, гитарную игру, ну и, конечно же, цыганские пляски. Сначала были танцы после стихи о цыганской жизни. А на одном из фестивалей Татьяна Суздальская познакомилась с исполнительницей Жанной Вавиловой. Тогда и родилось желание написать песни для нее. Символично, что именно в городском дворце культуры Красноармейска прошел этот музыкально-поэтический концерт. В 2018 году здесь был фестиваль цыганского творчества, и Наталья Гусева меня пригласила поработать в жюри. И тогда-то я и увидела исполнительницу Жанну Вавилову. Но у меня к тому времени уже было написано несколько цыганских песен. Я просто была в восторге от ее исполнения, от ее голоса, от ее манеры двигаться. Но настоящая цыганка. Так и появилась идея создать проект. Всего у Татьяны Суздальской около 250 цыганских песен. Концерт включил порядка 10. Были самые разнообразные. Особенность в том, что все они написаны на русском языке. Песня должна звучать, естественно, от души. Когда она льется от души, от сердца, человек ее понимает и принимает, как она есть. Но на цыганском же, если она звучит, то, конечно, для всех она будет непонятной. А мы решили, чтобы все это было сразу ясно, понятно, без всякого перевода, от души и с цыганскими мотивами. Между номерами поэтесса читала свои стихи. Все исполнения сопровождались выступлениями театра танца «Алиф». Что создавало особую атмосферу. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.